28-летний Артём Локонов простой работник типографии. Как и большинство горожан, работает с утра до позднего вечера. Но стоит мужчине прийти домой, как на него устремляются сотни глаз. Дело в том, что Артём собирает советскую фототехнику. Сейчас в его коллекции без малого 200 камер. А началось всё почти случайно. Первая камера была куплена с желанием попробовать поснимать на плёнку. Но, сказать по правде, руки до плёнки дошли буквально совсем недавно. А желание появилось лет 6 назад. И в один прекрасный день мы попали на блошиный рынок с супругой. И когда я увидел скопище этих камер, мне казалось, что это что-то невероятное. Они просто бессистемно валялись. И на те карманные деньги, которые у меня были с собой, ввиду того, что я на блошиный рынок ехал нецеленаправленно, просто мимоходом, я как бы купил 2 или 3 камеры. И с этого появилось желание собирать. Все модели аккуратно расставлены по полочкам. Повторов нет, только модификации. Большинство куплены на аукционах, рынках и с рук по всему постсоветскому пространству. Треть подарены друзьями, и ещё три прибыли из Америки. Есть чудом сохранившиеся довоенные лилипуты «Малютка», крайне редкий «Альбар-15» и уникальный «Фэт-1», выпущенный 1 июля 1941 года. Я знаю коллекционеров, которые, да, там, коллекции прячут от жен, которые приходят на дачу, там, любуются тем, что у них стоит, или там втихоряда стоят из коробочки, полюбуются, прячут обратно. Вы, как видите, у меня всё это выставлено. Особенно для моего там эстетического удовольствия, для удовольствия гостей, которые приходят. Я бы не сказал бы, что я много на это трачу. Для меня, допустим, доставляет больше удовольствия поиска дёшево, скажу так. То есть можно пойти всё скупить сразу и за дорого, можно искать там по всей России, но дёшево. Ну, самая дорогая покупка, наверное, порядка трёх тысяч рублей. Ставшая интернет-мемом стычка полицейских и брянских цыган, шаржи знаменитостей и карикатурные изображения событий местного масштаба. Всё это работы новозыпковского депутата Дмитрия Шевцова. В рабочие часы художник-самоучка решает проблемы района, а в свободные минуты берёт в руки карандаш и бумагу. Коллеги и супруга необычное увлечение поддерживают, а 12-летняя дочь Дарья даже пошла по стопам одарённого папы. А молодому отцу Владимиру Сидорову искать время для своего хобби приходится по ночам. Всю неделю 28-летний видеооператор снимает репортажи и телепрограммы для нашего телеканала, а на выходных создаёт собственные киноленты. Последнее творение – 35-минутный фильм о трубчевском ветеринаре-фермере – вырос из старой студенческой работы. Первоначально, когда я сдал её, эту работу, я оставил весь исходный материал, и он у меня просто лежал. Просто в какой-то момент, сидя дома, просто открыл весь этот исходный материал, пересмотрел и подумал, что можно из этого что-то сделать. Сам монтаж и как это всё делать, я проводил ночью. Дочку клали спать, жена занималась своими делами, и у меня появлялось какое-то время, час-другой. На черновой монтаж ушла неделя, и ещё дней 10 понадобилось на доработку и причёсывание готового продукта. После того, как фильм увидели друзья, близкие и мама, а это на минутку режиссёр Лариса Садилова, результат домашнего творчества было решено показать широкой публике. Выйти на фестиваль – это было самое очевидное решение. Что было сделано? Была подана заявка, краткая экспликация фильма, пояснение, хронометраж, и в принципе потом начинается методом научного тыка, выбираешь фестиваль, который в принципе подходит под критерием, и туда отправляешь. В итоге Мамыкина увидели на трёх фестивалях – в Казахстане, Таджикистане и на московском арт-дог-фесте. От критиков и зрителей из самых разных стран пришли восторженные отзывы и ценные советы. Впрочем, звёздной болезни в авторе фильма от этого не возникло. Идеи, говорит Владимир, много, а вот с их реализацией пока сложновато. Появится возможность, появятся и новые творения. Светлана Маркелова, Максим Кузнецов, Иван Зюрев. События. Брянск.